Друзья, всем привет! Вы на канале GGM. Меня зовут Влад, и я планомерно прохожу SnowRunner, а вам сюда на канал выгружаю небольшие зарисовки. Из этих покатушек обычно они продолжительностью где-то 2-4 минуты, но сегодня ролик будет чуть дольше, поэтому решил сопроводить его голосом, чтобы вообще объяснить, что будет происходить. Я сейчас нахожусь в локации Yukon, и здесь есть поручение, если не ошибаюсь, в отворот прицепов. Если разгадать ребус в названии, что-то связано с водой и прицепами. Энное время назад некий водитель, проезжая по деревянному мосту, не справился с управлением, и его прицеп упал в воду. Наша задача его оттуда достать и доставить в пункт назначения. Можно, конечно, воспользоваться такой классической схемой. Грузовик, лебедка, подтащили к берегу или заехали чуть в воду, прицепили и доставили. Но таких заданий было бы очень много, и смотреть их не так, наверное, интересно. Как вы поняли, я всегда иду другим путем, и я хочу прицеп поднять с реки обратно на мост краном. К сожалению, штатная техника с этой задачей обычно не справляется. Вам не хватает как мощности подъемного механизма, так и возможности грузовика. И сегодня вот все грузовики, которые присутствуют в кадре, даже вот тот 130-й, это модифицированная техника. Сделал ее замечательный модер под названием КОД-76 РСК. Если вам нравятся советские грузовики, то велком. Копийность, проходимость, все здесь присутствует, ссылки будут в описании. Я как раз воспользовался его модификацией 133-го ЗИЛа. У него есть мощный 25-тонный кран, ну, по крайней мере, на стреле написано именно это. И мне кажется, ему по силам поднять этот груз. Если окунуться немножко в историю и реализм, то у 133-го не было модификаций с полным приводом. Поэтому те, кто смотрит мой канал, уже видели небольшие зарисовки скользкого, когда я через сугробы качал вот этот грузовик только на заднем приводе. Понятно, что с небольшими ухищрениями там и блокировка, и понижайка стояла, но все-таки был только задний привод, и он старался вывозить. Здесь я не смогу точно проехать, либо придется как-то все это криво объезжать. Поэтому я воспользовался услугами автопоезда на базе Урал 4320. Опять же, производство КОД 76 РСК. И единственное, у меня штатный прицеп. Он достаточно тяжелый, я буду немножечко объезжать различные грязевые ванны, потому что в районе, ну вот где-то передних колес у Зила, там очень низкое место с опорами, и весь мой автопоезд может конкретно садиться на брюхо, и тогда сказочке конец. Я уже пытался различными, наверное, такими разными сцепками добраться до этого места, чтобы реализовать эту идею, но у меня пока это не вышло. Либо я прокидывал грузовик, либо не хватало мощности крана. Вот сейчас попробую воспользоваться этим набором. Чтобы усилить нагрузку, равномерно ее распределить на Урале, я дополнительно установил манипулятор. В ином случае прицеп слишком давит на задней оси, морда поднимается, и передние колеса становятся менее управляемыми. Вот поэтому вот здесь я буду прибегать к такой маленькой хитрости. Дальше чуть-чуть уйдем с вами через лес, потому что там будет достаточно коварный поворот, но я уже просмотрел, вот здесь есть возможность объехать все это безобразие. И если получится, не будет его сносить здесь на холме, я попробую забраться вот здесь в гору, дальше между деревьями, и выехать. Ну вот, кстати, я бы взял другой прицеп. Среди модов есть отличнейший автовоз. Ну, по моему мнению, отличный, да? Но, к сожалению, для приставки Xbox есть ограничение на количество активных модов. Видимо, это связано, как может быть, с оперативной памятью, выделяемой для этой игры. И вы не можете установить сразу все. Вам приходится искать у кота. Мод с зелами, он большой. Там целых три грузовика. 130-й, 133-й, 131-й. Поэтому на все не хватает. И еду вот с классическим из игры, а он достаточно массивный. Так, первое мы объехали. Сейчас еще вот сюда уйдем между деревьями. Здесь прям четко такой есть неплохой проезд. Я очень люблю, когда машина проезжает более реалистично по какому-то маршруту. Если вы играли или смотрели карту на Кольском, особенно вторую, ну, там камни везде и всюду, и камон, разработчики, ну, давайте делать красивые маршруты, чтобы реалистичность побеждала газ в пол и по всем камням с минимальным уроном. Вот я как раз нашел небольшой такой маршрут, до которого очень приятно и красиво, как бы так в кавычках, по-настоящему можно дотащить кран к месту аварии. Здесь тоже небольшое злачное место. Видите, такая геометрия немножко меняется, и ему вот здесь становится сложно. Он цепляется опорами прицепа в землю. Чуть-чуть побольше дадим мощности. И подтащим. Как говорил, я сделаю только первую часть задания в этом видео. Скорее всего, она будет максимально интересна, потому что дальше дотащить прицеп много ума не нужно. А вот реализовать идею погрузки, это, наверное, действительно здорово. Несколько бродов здесь есть, и я вот постоянно забываю, какой из них более-менее проходимый, а какой нет. Но здесь вроде бы урал тащит. У кота, кстати, есть еще отдельный, ну смотрите, какой красавец, отдельный мод с четырьмя уралами, включая полярник с громадными колесами, четырехосный. И я сперва подумал, что это шутка, но полистав определенную литературу, увидел, что такие грузовики на самом деле есть, и кот ничего не придумывал его моды абсолютно реалистичной жизни. Подъезжаем к мосту, вот вы видите, уже находится там прицеп. Единственное, знаете, какая опция, когда я приезжал сюда на обычном кране и пытался его достать, у меня был какой-то глюк. То есть подводя стрелу, у прицепа не было зон сцепки. То есть я банально не знал, к чему прицепиться. Но здесь есть решение, либо переключиться одного грузовика в другой локации на этот, либо, не знаю, ну попробую, может быть, лебедка сработает. Так, чтобы нам выгрузить ЗИЛ, там очень резкий перепад идет на рампах. Давайте я попробую вот сюда немножечко в низину съехать, и это получится как такой бордюр для рампы, и ЗИЛ более-менее нормально съедет и не заденет своими опорами землю. То есть мы не застрянем. Где-то, наверное, вот так. Хороший автопоезд такой, классический советский получился. Я обычно забываю распаковать грузы и пытаюсь их вытащить так. Глушен, потому что бензин нам еще потребуется. Обидно, на 133 нет мигалочки как опция. Вообще, я бы на месте разработчиков, я, кстати, написал им огромное письмо в форуме про различные идеи. На их месте я бы делал кучу DLC, не с какими-нибудь непонятными заднеприводными грузовиками, а наборы, наборы прицепов, наборы тюнинга, наборы новых опций, к примеру, шины, двигатели, которые можно как-то взаимозаменять на грузовиках. Это же круто. Вот у меня Урал, как правило, и ЗИЛ всегда на классических шинах, потому что больше реализма. И выглядит это все, ну, как это говорить сейчас, струшно по-настоящему. У него очень широкий заход опор, поэтому лучше тормозить вот здесь, если вы заедете на мост и выдвинете опоры, они просто выйдут за пределы моста, и он, ему не во что будет упираться. Так, лэп, елка, ну, лучше задеть елку, чем лэп. Ну, вот, кстати, тоже, как бы, такая тонкость, да, в игре. Да, к сожалению, видите, не видит он прицепного механизма и точек на прицепе. Давайте я, наверное, сейчас попробую переключиться на тот же самый 130-й. Вернуться обратно. Иногда такое помогает. Смотрим. Угу, не получилось. Можно, конечно, переключиться вообще в другую локацию, в другую карту, но, давайте попробуем через лебедку. Так, лебедка, переключаем на заднюю. А вот лебедка, например, ее видит, да? Давайте подтянем. Иногда тоже такое помогает. Переключаемся на кран. Все, сработало. Теперь наша с вами задача его вытащить. Вот здесь, видимо, не реализовали идею или не собирались, может быть, у скаутов есть верхняя точка крепления. Это очень удобно. За крышу их тащить и грузить. А вот у грузовой техники, мне кажется, реализация такой же идеи была бы тоже прикольной. Но здесь нужно очень много продумать. Во-первых, нужен тяжелый кран, который будет поднимать такую технику. А во-вторых, ну, согласитесь, было бы здорово, когда такие огромные хомуты цеплялись бы за грузовик или прицеп, поднимали его как положено, а не как я сейчас за сцепку. Потому что сейчас он наверняка начнется крутиться, и его очень долго приходится выравнивать. Почему нужно выравнивать? Почему нельзя его просто опустить? Все дело в том, что как только вы начнете опускать прицеп, он постарается встать на колеса и будет выравниваться и покатиться обратно в речку. Поэтому нужно выравнивать вдоль моста. А это дело не быстрое. Ну, кстати, вот даже с тяжелым краном от Модоры я, допустим, не могу целиком поднять, только при помощи мощности троса ее не хватает. А вот со стрелой здесь уже все окей, и при помощи стрелы поднимать возможно. Я вот, кстати, начал рассказывать относительно, когда крутил стрелу между елкой и лэп, идею, что ведь можно реализовать, если ты задеваешь краном или погрузчиком провода, кран может закоротить, у тебя пропадает ток в машине, машина останавливается, требуются какие-то дополнительные запчасти, ремонт. Здорово же, здорово. Но мне кажется, это просто мечты, потому что в реальной игре камни, елки, они как привидения проникают в наши машины, в бензобаки, в шины. Так что о проводах и коротких замыканиях здесь пока мы мечтаем. Может быть, это и к лучшему, потому что, с другой стороны, разработчики обязательно подсунули какую-нибудь крутилку с краном в месте, где куча проводов. Кто знает. Но сама идея, мне кажется, интересная. Нам осталось немножечко вот здесь вот докрутить и поставить его на колеса, и как только он на них встанет, как я говорил, он сразу будет опускаться на них и может покатиться. И здесь главное вовремя его отцепить. В таком случае он моментально остановится. Друзья, ну в принципе, идею мы сделали. Вышло, мне кажется, неплохо. Если вы за такой формат, когда я объясняю, почему я взял именно этот кран, почему я взял именно этот тандем грузовиков, и вам становится более ясно и понятна сама идея, вы смотрите, мне кажется, с большим увлечением. Если ок, ставьте лайк, пишите комментарии. Понравилось, буду практиковать такое чаще. Ну а вам всем удачи, всем пока, и знаете, мы обязательно еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok